Ир, поуправляешь презентацией, пожалуйста? Так, ага, сейчас, может быть, не Ира, может быть, Сережа. Значит, как у нас сейчас все будет с вами состоять? Полчаса. Я расскажу еще раз общую конву, общие моменты. Потом Наташа мне поможет с критериями. У нас два вида критериев. Один для персоналей, второй для проектов. И после этого у нас будет включение технического специалиста, который поможет и покажет, как дальше мы делаем оценку уже внутри всего портала. Ир, пожалуйста, включи следующий этап, где видны этапы оценки и даты. Следующий слайд. А только мне не видно презентацию? Нет, не только. И мне тоже. И мне не видно тоже. Я поняла. О, зато Наташа стала наконец-то видна на весь экран. Ничего себе. Я хоть Наташу разглядела. Сейчас будем надеяться, что ребята что с технической стороной сделают. Итак, давайте я пока будут нас включать, буду что-то пытаться рассказать. Итак, что у нас с вами получается сейчас? Мы выходим во второй этап оценки. Вы знаете, что наши участники, те, кто вышли в финал, подгрузили либо свои презентации, либо видеообращения, либо видеоролики, которые в деталях должны более подробно рассказать о своих проектах. У нас есть разное количество номинаций, в которых разные истории есть. Сразу же хочу сказать, что, например, у нас есть у малых и среднего бизнеса отсутствуют проекты в некоторых номинациях. То есть, например, HR-аналитика для малого и среднего бизнеса вообще не представлена. То есть, не было подано проектов. Те проекты, которые были поданы, не прошли первичный отбор. Поэтому вот есть те номинации, в которых финалистов на самом деле у нас уже нет. Вот опять я Наташу вижу на весь экран красота. Сейчас я очень рассчитываю на то, что нам все-таки выведут какую-нибудь... Ой, еще кто-то появился. Вот, Наталья Добровольская. Итак, что у нас с вами, что нам предстоит сейчас с вами? Нам надо, мы, во-первых, у вас будет... Вот, видите, чудо произошло, и презентация появилась на экране. Давайте посмотрим с вами на даты. У нас с вами, начиная, грубо говоря, со вчерашнего дня, начался этап оценки того, ну, вот того, что нам подали наши номинанты, наши финалисты. И она у нас будет с вами продолжаться, этот этап, до 13.09. Я вас сразу же хочу предупредить, не растягивайте удовольствие. Первое, что вам нужно сделать, там, завтра-послезавтра, зайти в систему и еще раз перепроверить, чтобы все те номинанты, которые вам достались, да, все те финалисты, которые вам достались, чтобы у вас не было конфликта интересов. Был вопрос, например, от Анны Деревянко относительно того, что многие из участников, точнее сказать, все, кто в номинантах, являются членами EBA. Ну, вот тот факт, что это все, оно как бы исключает какой-то конфликт интересов, нет никаких там разных условий или еще чего-то, по этой причине дальше. Поэтому Анна может их оценивать. Если эти клиенты были ваши, вот если эти номинанты были вашими клиентами за последний год, причем кто бы это ни был, персонали, либо компании, то дайте нам, пожалуйста, знать, потому что, как бы то ни было, насколько нейтральны бы вы ни были, мы считаем, что в этом случае может быть определенный конфликт интересов. Есть какая-то персональная отношения, поэтому мы постараемся вам дать другие номинации или другие там проекты, которые можно будет оценивать. Это первое. Итак, я очень попрошу до конца этой недели связаться с офисом в случае, если есть какой-то конфликт интересов, с кем-то вы работали или там что-то, вы понимаете, что можно к чему-то придраться. Мы постарались еще раз повторю, все исключить, но мало ли что. Это раз. Второй момент. У вас получилось так, что в каждой номинации мы оставили 9 экспертов. Понятно, нам надо было нечетное количество, мы думали о 7, но решили оставить с запасом. То есть внутри каждой номинации, номинацию будет оценивать 9 экспертов. Помним, что основная задача этого этапа – выделить суперфиналистов. Выделить тройку победителей. Сразу же хочу сказать, помним о том, что, ну, например, опять-таки, повторюсь, та же номинация аналитика, там есть нюанс. Там нету тройки победителей. Там есть один проект, который надо будет оценить и понять, достоин он победы или нет. Ну, вот такая простая история. У тех, кому достанется номинация аналитика в крупном бизнесе, у них будет всего лишь один проект, и вам его надо будет оценить и понять, достоин он выигрыша или нет. Как я и говорила, что в этот раз у нас этапы оценки будут сразу же по пяти критериям. То есть вы будете оценивать проект и ставить оценку по этой пятибалльной шкале по пяти номинам, по пяти разным критериям. Это касается и персоналей, это касается и проекта. Поэтому наша с вами задача до, грубо говоря, давайте возьмем для себя такую задачу, до 10 сентября определиться с тем и проставить все оценки, чтобы это не было... Я понимаю, что летний период, понимаю, что есть чем всем заниматься, все очень занятые люди, очень ценю ваше время. Поэтому постарались разделить проекты так, чтобы не было перегруза. У вас в этот раз у каждого будет меньше проектов, потому что, а, в финал вышли меньше проектов, плюс, если в прошлый раз каждую номинацию оценивали 15 экспертов, в этот раз 9. Вот. Что будет у нас с вами после этого? Видите, есть онлайн-оценка жюри проектов. Она у нас сейчас проходит. После этого мы будем определяться с суперфиналистами. Что это значит? Мы подведем итог, и у нас в каждой номинации появятся три суперфиналиста. Это будет по результатам ваших проставленных оценок и баллов. То есть есть... Смотрите, есть разное количество, например, проектов в разных номинациях. В одни номинации подавались намного больше проектов, чем в другие. Я уже говорила про аналитику, как пример. Например, в номинацию обучения было подано намного больше проектов. Поэтому и в финал их вышло больше. То же самое в Diversity Inclusion. Там тоже у нас больше проектов номинации. И учитывая простоту оценок на первом этапе, мы посчитали, если у нас там о проектах, там были проекты оценены, например, на 1,5, и их было 5 таких проектов, то мы их все выпустили в финал для того, чтобы, не дай бог, вот эта простота оценок не удалила у нас из финалистов тех, кто заслуживает победы. Поэтому сейчас у нас самая задача внимательно все просмотреть и увидеть тех троих лучших, кто у нас есть. После этого в каждой номинации, например, вы оцениваете номинацию обучения крупный бизнес или номинацию обучения средний и малый бизнес. Тогда у вас будет две онлайн-встречи. Одна, где вы будете обсуждать трех суперфиналистов в обучении крупный бизнес, и вторая встреча, где вы будете обсуждать суперфиналистов в номинации малый и средний бизнес, там будут тоже три суперфиналиста. Ну, то есть в системе вы видите, кого вы оцениваете, да, какие у вас там есть номинации, они разделены. Если будут какие-то вопросы конкретно по вам конкретно, пишите в офис, вам обязательно ответят. С этим пока окей. То есть наша задача будет запланировать встречи, онлайн-встречи по каждой номинации на сентябрь месяц. Видите, у нас с вами с конца сентября по 22-е, 10-е, вот это вот определение суперфиналистов. То есть сейчас этап, когда мы с вами расставляем оценки по пяти критериям, по пятибальной шкале в рамках каждой из номинаций, и потом после 22-го числа будет часовая встреча, полуторачасовая в рамках каждой номинации, где вы будете проговаривать, обсуждать трех суперфиналистов и рассуждать, кто и что, почему там, кто и на ваш, по вашему мнению, заслуживает победы, и после этого вы будете уходить обратно к себе в кабинет и расставлять оценки. Еще раз повторю, вопрос будет того, что вы оценку будете расставлять самостоятельно, но мы считаем, что необходимо обсуждение, потому что возможно, что по результатам подсчета чисто математического у вас могут быть там две или три компании, которые займут, у которых будет одинаковый балл, а надо будет определиться с тем, кто же суперфиналист, ну, кто победил, да, кто заслуживает победы. Пока плюс-минус понятно, что я тут рассказываю? Да, понятно. Клиенты за последний год, за 21-й, начиная с августа 20-го. Слушайте, ну, хороший вопрос, давайте решаем, что физически вот у нас был там последний год, давайте отсчитывать год тому назад. Не знаю, тут на самом деле мы можем сами принять для себя решение, как это, но мне кажется, физический год это хорошая штука, то есть мы считаем с августа 20-го года и вот их, и хорошо. Окей, так подходит? Ответила, да, на вопрос? Зафиксировали, что вот физический конкретный год за прошлый год ваши клиенты. Так, теперь по критериям. Есть у нас там следующий слайд, на котором есть критерии. Если получится переключить, будет опять волшебно. Или я торможу, или что-то не так сегодня. Быстро, как хотелось бы. Давайте еще пару следующих слайдов. Итак, самое большое количество проектов, которые у вас будет, там, по-моему, до 30. Да, да, вы молодец. Если вы понимаете, что вам это очень много... О, наконец-то, боже, я лица ваши увидела. Слава тебе, господи. Спасибо. Спасибо. Сейчас. Сейчас нам должны будут сделать следующий слайд. Так, поехали. Критерии оценки проектов. Вот это наши проекты. Тем, кому достались проекты, вы ориентируетесь вот на эти критерии. Наташенька, включишься? Да, да, конечно, Катя. Я, конечно, украинскую, российскую. Цаптую. Хорошо. Ну, написано украинскую, буду украинскую. У нас есть пять критериев. Я, Катя, сказала, один и мы за пьетопольную шкалою. Все критерии, насправді, взаимоповязані, але логика, яка закладалась, наскільки якісно проекти досягають тієї задачи, тієї мети, яку ставить бізнес, і наскільки економічно з цим повязані. Відповідно, що стосується проекту, перше, що ми хотіли, щоб ви оцінювали, чи підвищує цей проект рівень HR практик в Україні. Що це означає, чи є щось нове, чи на цей проект можна рівнятися, і там, споглядаючи його, знаючи, що відбувається в інших компаніях, наскільки ви зможете рекомендувати цей проект як best practice, що це можна взяти за основу для того, щоб підвищити спосередній рівень HR практик в компаніях різних галузей, різного розміру і різного стану розвитку бізнесу. Що дуже важливо, в принципі, все тут важливо. Другий критерій – це баланс вартості і цінності. Ну, грубо кажучи, це ті рої, які приносять проект. Ми дуже сподіваємось побачити на другому етапі, що там номінанти підрахували, да, вкладені інвестиції і, відповідно, вихлуп від цих вкладених інвестицій, як якісний, так і, відповідно, кількісний. І тут це відповісти собі на питання, знову ж таки, від одного до п'яти, наскільки це вартувало вирішення, да, цей проект вартий вирішення цієї проблеми. Далі, це якість перемислення і адаптації, що ми хотіли, щоб ви тут оцінили, наскільки цей проект є унікальним безпосередньо для цього бізнесу, або це просто best practice, який не адаптований під реальній конкретної компанії. Відповідно, ми будемо очікувати, що номінанту описали, да, яким чином і чому саме такий засіб може допомогти досягти мети. Далі, це сила і безпосередність впливу. Якщо одним простим питанням, чи це найкращий засіб, чи це найкращий метод, чи це найкращий проект, який допоможе вирішити проблему, або ту задачу, яка стоїть перед функцією чи бізнесом. І, відповідно, чи є безпосереднім механізмом вирішення цієї задачі. Ну, і останнє, це пролонгація дії, наскільки цей проект є короткостроковим і вирішує задачу тут і зараз, або він є довгостроковим і потенційно може бути масштабований і давати такий результат регулярно. Відповідно, тут ми розуміємо, що він може бути масштабований, адаптований. Звісно, він може надавати такий ефективний результат не лише в тому вигляді, яким він є, але тут читаємо критерії 3, якість переосмислення і адаптації, напевно, якщо вдалося на першому етапі потенційно вдасться і в майбутньому. Тобто, тут відповідь на коротке питання. Це вирішення проблеми тут і зараз, чи це якийсь довгостроковий проект, який допоможе бізнесу на лонграні бути успішним? Кать, додавиш що-то? Ти є? Та, звісно, слава Богу, я пока не відключаюся, я тут волнуюсь, мене не викинуло. Якщо є якісь питання, давайте їх зразу ж, да, спробуємо зараз здесь проговорити. Буде добре, якщо ми їх відповідемо, тому що це важливо. Є виправді, можна утащити? Звісно. Звісно, я хотіла утащити, ми оцениваємо кожний проєкт по цьому критерію, по кожному критерію ставимо оценку или одна общая оценка по всем критериям вот этим? У нас 5 оценок. Да. 5 оценок, окей. То есть по каждому з этих критеріям мы ставимо оценку? Грубо говоря, у нас каждый проект будет получать 5 оценок. 3, 4, 5, 5, там 3. Вот как-то так, например. И поэтому такая, ну, достаточно сложная математика, да, и которая потом мы приняли решение, что после подведения финальных именно оценок, ну, как бы после того, как будет посчитано всего числового значения, и после этого есть вероятность, что у нас могут оказаться проекты с одной оценкой средней. Именно поэтому будем потом обсуждать. И что здесь важно, исходя из этого? По одному критерию это может быть абсолютная 5, да, вы считаете, что это прям лучший проект, но это не лучший инструмент решения этой задачи, например, да, это может быть один или два. Поэтому, да, настолько сложное оценивание. Окей, окей. И участники, они расписывали детально по этим критериям, отвечали на вопросы, правильно я понимаю? Нет, участники должны были, учитывая данные критерии, учитывая данные критерии, рассказать о своем проекте. А если они, например, не рассказали о чем-то, например, о sustainability проекта? Значит, мы понимаем, что в этом случае мы, ну, как бы в рамках своих... На самом деле мы можем задать уточняющий вопрос. У нас есть достаточно времени, у нас есть все контакты через... Мы можем... У нас у всех... У нас внутри системы есть человек, который ответственный за этот, да, проект, который ведет его, и кто с ним взаимодействовал. Можно это также сделать через наш офис. Вот. Но по большому счету, это, если так говорить, это ответственность каждого, кто подавался. Про эти критерии все... У всех была информация. У нас тут понятно, что в видеообращении, либо в презентации, либо в презентации, либо в комментариях, но проговорить и сделать на этом пациент вполне было можно. Поэтому, ну, тут мы понимаем... Знаете, у меня уже после первого этапа было несколько вопросов в том плане, боже, у нас такой прекрасный проект, а как же это так, он не прошел в финал? Ну, так надо его было описывать тогда по-человечески. Да, ну, то есть это... Я не могу. У нас больше ста заявок было. И, ну, ты не будешь за каждым ходить и говорить, вы тут не дописали, пожалуйста, допишите. Ну, то есть, в общем-то, все взрослые люди, и ответственность лежит на тех, кто подает проекты. Я понимаю, что через, наверное, год-два мы вообще прекрасно научимся их все описывать, и будут намного более качественно описанные проекты. Но это, наверное, одна из тех задач, которые еще и решает премия. Для того, чтобы проекты качественно оформлялись, презентовались. И причем они... Ведь вопрос не только в нас, в экспертах, или в тех, кто делает премию, а вопрос и во внутренних клиентах, которые пользуются впоследствии этим проектом. Поэтому, в общем-то, задача такая. Кать, ну, здесь то, что мы прокваривали, common sense никто не отменял. Если вам, да, прямым текстом не проговорили, что это относится к этому критерию, но исходя из поданной информации и вашего предыдущего опыта, вы можете наложить, да, какую-то ретроспективу, то это окей. И еще момент, наверное, тоже важный. Так как мы тут немножко... Тут был момент, что не у всех экспертов сохранились те номинации, которые были из-за конфликта интересов. Поэтому вполне возможно, если для вас это окажется новая номинация, то вам будет необходимо зайти и посмотреть, что было описано до этого в проекте. Поэтому возможно, что какие-то вещи были описаны до этого. Если вдруг у вас поменялись номинации из-за конфликта интересов и из-за таких других моментов, связанных с общими подсчетами и общими баллами. Поэтому вот именно поэтому еще раз попрошу, не откладывайте, пожалуйста, все оценки на конец. Начинайте оценивать сейчас, потому что если будут возникать вопросы, мы все понимаем, что премия делается первый раз, поэтому будем как-то подстраиваться и достраиваться. Хорошо? Так, следующие у нас критерии. У нас есть персональные критерии. Да, персональные. Сейчас переключимся на них. Они у нас появились. Я просто знаю, что есть эксперты, которым досталось удовольствие и готовить и проекты сейчас. Поэтому как бы с двух сторон были. И сейчас тоже, наверное, сидят, смотрят на эти критерии, думают, вот, все ли они успели рассказать в своем обращении. Куда-то вылетел еще раз слайд. Да, там все было хорошо. Верните, пожалуйста, как это было. Только что были критерии. Teams, конечно, тоже такой хороший товарищ, но тоже, о, есть такой нюанс. Сейчас появится, появится, появится. Ну так, в общем, у нас с вами есть персонали. Хочу сразу же обрадовать. HR наши директора. Да, понятно, они не оценивают других HR-директоров. Вот, поэтому это досталось только, это счастье досталось внешним провайдерам, ну, чтобы не было никаких ревностей или еще что-то. Вот. И я сейчас, о, получилось сделать. Наташа, давай. Да, это как раз про этику и ценности, да, премия, в которой критерии этики и ценности соблюдают этику и ценности. Катя, я сегодня подписываю НДАИ. Ну что, что до персональных, перший критерий, он схожий с проектными критериями. Деятельность фахивца, соответственно, стандартным профессиям. Відповідно, мы понимаем, что инициирует, створяет, просуивает проекты, которые помогают развивать там профессию, компании и так далее. И, соответственно, это критерий очень схожий до первого, да, чи поставили бы вы эту человеку, как role model для там, там, других HR-директоров, HR-зирок, SEO, да, там, всех, кто у нас есть в персональных номинациях. Лев Лонг Льорнинг, там, знову ж таки, была возможность показати, каким чином підвищуять свой рівень знаний та навичок, сертифікации, навчания, колучи, менторинг, это не важливо. Знову ж таки, была возможность надати цю информацию, чому це важливо, тому що ми, в принципе, як асоціація це пропагуємо, ось цей Лев Лонг Льорнинг. Этика та цінності, чи є приклади дотримання і навпаки, чи є приклади недотримання, це, скоріше за все, ті номінації, де ми можемо про це дізнатися. У нас, яку професію, там, ділиться певними новинами, спеціаліст виступає на конференціях, поширює демки в сфері HR, особливо буде приємно, якщо це буде SEO, відвідує відповідні заходи і так далі. Знову ж таки, професійні, і там бажано, якщо це було представлено в персональних представленнях, щоб це було актуально, а не там 10 років тому. І потенціал має обґрунтоване таке бачення розвитку себе та професії. Заздрю тим, хто буде оцінювати SEO, мені б хотілося подивитися, там, на думки, які стосуються розвитку професії. Але, тим не менше, обґрунтоване, що це означає? Воно може опиратись на ті знання, отримані під час Life on Learning. Вони можуть опиратись на тренди, які там спеціаліст дізнається, відвідуючи відповідні заходи. Тобто, це може бути будь-що, але ось це, що критично, це персональне бачення має бути обґрунтоване. Тобто, мати за собою хоча б якусь інформаційно-наукову базу, називемо це так. Кать? Да, я здесь. Итак, смотрите, у нас очень много возникло вопросов именно по поводу персоналей, наверное, потому что, ну, как бы, предыдущий опыт HR премии не було таких персоналей. Именно поэтому возник вопрос с нераспространением, да, и вот прямо вот этот, мы поэтому приготовили договор, отправили его вам. Вы просто распечатайте, подпишите, отправьте нам фотографию, что все окей, ну, потому что есть переживания определенные, именно со стороны номинанта. Что здесь хочется отметить? Вы видели, наверное, там несколько нюансов. У нас по инфлюенсерам, вы помните, мы в последний момент включаем голосование онлайн со стороны их фолловеров, да, там всевозможных. Почему? Ну, потому что если это HR-инфлюенсеры, то надо же понимать, что там есть HR. Мы помним, что влияние голосования всего 10%, поэтому это к чему? Когда будет уже обсуждение супер, трех суперфиналистов, к этому моменту будут готовы уже результаты онлайн-голосования. И эти 10% могут повлиять на первое или второе место. Ну, в общем-то, вот такая история. Мы помним с вами, что 11 числа, когда будут скрываться, 11 ноября, когда будут скрываться конверты, именно тогда мы будем узнавать, кто у нас из трех суперфиналистов победил. И в этом вся идея, что не будет заранее приготовленных. И вот, ну, понятно, что вот там чистая математика может к этими 10% определенным образом повлиять. Но 90% это ваше влияние, ваш выбор. И здесь очень важно, просто мне кажется, про HR года и про SEO года все плюс-минус понятно. Обратите внимание на инфлюенсеров, обратите внимание на звезд восходящих, потому что там может быть непросто. Мне кажется, особенно самое сложное, это будет определить восходящую звезду. Внимательно смотрите на их презентации, потому что те люди, которых мы мало знаем, они мало на виду, поэтому там вот будем выбирать из тех презентаций, что есть. Остальное, понятно, опять-таки включается ваш здравый смысл, ваше знание индустрии, знание конкретных людей. Я надеюсь, что вы там, что там не будет никаких личных, ну, таких вот прямых личных предпочтений, а все в рамках наших критериев. Просто мы понимаем, кто, по вашему мнению, должен выиграть и победить и получить эту статуэтку в этом году. И это не значит, что двое остальных или остальных пятеро-шестеро недостойны, может, в следующем году. Да, так что история такая. Это относительно наших персоналей. Есть ли какие-то вопросы, напишите, пожалуйста. Ну и вот здесь очень, мы, видите, сделали большой акцент именно на этике и на ценности, поэтому вы все плюс-минус знаете среду, знаете даже больше информации, чем люди хотят о себе говорить. Вот поэтому, когда уже будем выбирать из трех суперфиналистов, очень важно выбрать действительно самого достойного. Я правильно понимаю, что мы должны, например, по той же этике и ценности тоже поставить определенную оценку? Да, там все точно так же в математических баллах. Окей, поняла. То есть сначала у вас, например, вот смотрите, у нас SEO вышло в финал пять человек. SEO ориентированных, ориентированных на людей. Вы им всем, вы смотрите пять презентаций, пять видеообращений, после этого расставляете им по этим пяти баллам. Ну, то есть мы же понимаем, что кто-то чуть больше вкладывает в саму профессию, в развитие там HR, ходит, выступает на конференциях по HR темам. Кто-то больше проявляет каких-то вещей, связанных с обучением, развитием, является примером для своего окружения, в том, что надо там мотивировать в развитии и себя, и своей команды, и всего. Да, они очень субъективны. Тут в любом случае критерии будут субъективны. Ну, какие-то все равно критерии, на чем надо было определиться, с какими-то критериями. Вот, и поэтому, ну да, есть время посмотреть, почитать, подумать про этого человека, посмотреть и решить, насколько там вы считаете. У вас, для этого вы эксперт, это ваша задача. Вот, кучитесь оценки. Татя! Долго нарастают оценки, ну правда. Ну, смотрите, мы не просто так с этими критериями вы работали, потому что, ну, первый критерий, он супер, да, он субъективен, но супер важен, потому что эти специалисты должны raise the bar. Мы называем их лучшей персоналией, да, в своем направлении. Лучший SEO, лучший или лучший HR-директор. Поэтому здесь действительно соответствие стандартам, оно прям супер-критикал. А этика и ценности у нас были очень длительные разговоры по этому поводу, но нам бы не хотелось, чтобы там специалисты, которые там нарушают определенные принципы, и это известно в публичном пространстве, да, становились топ-персоналиями. Поэтому иногда Google нам будет в помощь. Да, и смотрите, да, здесь был очень важный момент про вот эту этику и ценности, когда мы понимаем, ну, не хочется ни в кого тыкать пальцами или еще что-то, но если человек там, ну, мы плюс-минус на этом уровне уже все те, кто здесь участвуют в оценке, плюс-минус обладают, я думаю, общим представлением о том, что такое профессиональная этика, да, там. И если человек нарушает, то вот самое главное, почему этот критерий появился, для того, чтобы избежать возможности этому человеку выйти там в супер-финалисты и в финал впоследствии. Вот. Это то, что касается этих пунктов. Так, что еще я должна была про это сказать? Да, и поэтому у нас 9 людей, кто оценивает конкретного, и потом есть возможность обсудить. Да, вот когда у нас будут закрытые встречи, которые не будут записываться, когда в рамках одной номинации будут встречаться 9 экспертов, которые оценивали именно эту номинацию, у вас к тому моменту, мы уже к этому моменту все посчитаем, у вас будет, вы будете знать, кого из трех супер-финалистов вы обсуждаете, чтобы у вас было время там на подготовку, на свои аргументы, и вот потом будет возможность обсудить видение, представление, все. Я еще раз повторяю, это будут совершенно там закрытые встречи, в которых там будет один из вас будет модератором всего этого процесса. Мы будем просить вас помочь. Вот, помодерировать все эти, потому что, ну, номинаций много, и я везде тоже не смогу быть. Вот, поэтому и вот там после этого, и после этого вы будете уходить и ставить свою оценку тому, кого вы считаете, кто должен победить. И опять-таки, эти все, даже все 9 человек не будут в курсе, какую вы, ну, 8 оставшихся, не будут в курсе, какую оценку вы решили поставить. Вы уходите в систему, ставите эту оценку, с ней дальше живете. Вот, а у нас опять математика все подсчитывает, и мы приходим к какому-то решению. И у вас поэтому нечетное количество для того, чтобы можно было принять какое-то решение. Вот, это то, что касается этих критериев. Можно ли это вопрос? Да, конечно. Я бы руку подняла, мабуть, не видно. Я хотела еще раз уточнить по критериям. Чи правильно я понимаю, что те, что мы видим сейчас на экране, критерии, они спильные для всех персональных номинаций? Потому что у меня было впечатление, что они разные до разных номинаций. Там CEO, HR, ROCO. Нет, это все, то есть, ну, это было бы слишком сложно, если бы мы еще под каждые четыре персональных номинации. Так на сайте, просто я с сайта информацию продавлялась, а там под кожную номинацию, резные критерии было описано. Так, надо проверить, Наташ. Там не может быть. Можем прислать. Хорошо, да, слушай, меня даже в пот бросает. Я когда слышу какие-то такие нюансы, вышли мне их, пожалуйста, я их просмотрю и пойму, что там написали. Это у меня одни и те же. Мы там, может быть, там просто повторение, что и эти, и снова, и следующие номинации. Ну, частково совпадают, а частково… Давай я посмотрю, перепроверю, но мы оцениваем вот на… А это нужно ввести, как бы, в оману людей, которые готовились, орієнтовались на одних критериях. Сто процентов. Давай я посмотрю и вернусь, вот. Но смысл там, они не… Ну, это только если кто-то из тех, кто заносил что-то там, творчество включил, сейчас буду проверять. Нет. Там точно разница для инфлюенсера, ну, то есть это одна номинация, потому что там еще оценивается нетворк, авторский контент. Все остальное, этика ценности, лайфланд-лёрнинг, стандарт, то есть это стандартно для всех номинаций. Ну, например, в HR-рогу есть такие критерии, как натхнение и executive presence. Сейчас что-то разписываю. Сейчас посмотрим, что там написали. Ну, слушай, прекрасно. Мы тогда напишем всем экспертам, которые оценивают еще HR-ов года, что надо обратить внимание на натхнение и executive presence. Спасибо большое за комментарий, Наташа. Перепроверю все, и все те, кто оценивают, получат те же критерии, дополнения, если что, комментарии в соответствии с тем, что было на сайте, для тех, кто... Если вдруг еще кто-то что-то увидел, дайте знать, потому что, ну, видите... Я попросила написать одно, а тут, видите, там увидела кто-то... Копирайтеры, оказывается, очень творческие. Хорошо. Мы проверим еще раз и сделаем акцент на этом тогда еще и у HR. Можно еще один вопрос уточнить? Я не совсем поняла, да? Мы, получается, ставим оценки два раза, один раз до того, как мы вместе встретились, и потом уже после того, как мы вместе встретились, еще раз ставим оценки? Смотри, у нас получается... Сначала мы просто расставляем оценки, да, вот эти вот сложные пять по пяти критериям. Да. И у нас получается какая-то там средняя оценка по человеку, да, там потом высчитывается она по всем тем девяти людям, которые оцениваются. И у нас выходят, появляются три суперфиналиста. Те, кто заняли в рейтинге максимально, ну, высокую позицию. После этого, что мы получаем? Мы получаем, что если... То есть, мне было очень важно, чтобы у экспертов была хотя бы один раз возможность поговорить и обсудить, поэтому будет вот эта встреча. Во-вторых, если математика нам выдаст результат одного человека 25, у второго человека 25, и у третьего 25, кто должен победить? И вот тогда вот это вот обсуждение будет иметь смысл для наших экспертов. И после этого, именно вот вы когда обсудите, вы уйдете, и там будет простое, первое, второе, третье место, ну, то есть первое место надо будет поделить. А, окей. То есть, там не надо будет менять все вот эти вот, переставлять свои оценки, еще что-то. Просто по результатам этой часовой, полуторачасовой встреч нужно будет решить, кто на вашем мнении, по вашему мнению, победитель. Кто заслуживает быть номер один. Окей. Но для меня очень важно, что это те люди, которые обратили внимание и на профессию, и на премию, и на такой ивент. И поэтому, то есть, быть в этом плане, может быть, ну, по-хорошему, не слишком критичным. Да, то есть, возможно, вы знаете кого-то, кто на самом деле намного больше инфлюенсеров. Инфлюенсер, там, да, допустим, в HR-сфере, их тут нету просто среди финалистов. Но, как бы, все равно надо выбирать победителя и решать, кто же из них победит. Вот это такой, знаете, это, как бы, общий такой подход. Если вдруг есть какие-то нюансы с тем, что, как вот сейчас Наташа говорит, как там критерий по-другому был прописан. Есть я, есть, сегодня сделали группу в Телеграме, потому что оказалось, что мы часто вам пишем письма, и они куда-то не туда улетают, чтобы не теряться. Вы можете, если какой-то нюанс, сразу же пишите в офис в Телеграм, и понятно, что есть мой тоже, если что, у всех, по-моему, есть мой контакт, и все, поэтому пишите, если что, я тоже максимально быстро постараюсь отреагировать. Единственный нюанс, я 3-го числа улетаю на конференцию с HRM в Америку, поэтому вот давайте постараемся все эти вопросы утрясти до 3-го числа, для того, чтобы там как раз уже закончить нормально всю оттенку. Хорошо? Вот это хотела сказать. Так, дальше, у нас еще есть люди, спасибо, что подключаетесь. Что еще я должна вернуть? Можно ли вернуть на последний слайд, на самый последний, вот на первый, который был у нас, где у нас есть с вами даты? Еще раз. Понятно, что мы вам будем слать напоминания, что время подходит к оценке к концу. И сейчас к нам уже присоединится у нас Андрей, по-моему, здесь, кто-то покажет, как технически работает. Так, можно еще раз первый слайд, где даты? Сегодня так медленно все работает. Август. Августовский подход. Даже Teams, видимо, в отпуске. Ребята, кто-то есть на связи? Андрей, тогда подключайтесь, пожалуйста, вы. О, что-то начало происходить. О, Андрюш, привет, Саньчиков. Привет, привет. Для тех, кто сказал, что-то один мужчина. Нет, ни один. Итак, ну что, Андрей, давай тогда ты, наверное, расскажи про технические вещи, потом я еще раз закончу числами и датами. Хорошо. Всем добрый день. Я сейчас продемонстрирую экран, продемонстрирую то приложение, в котором будет проходить финальная оценка заявок, которые прошли в финал. Принцип оценки не сильно изменился, то есть сам интерфейс приложения также остался неизменным. У нас будут отображаться только те заявки, которые подходят под номинации, которые назначены эксперту. Доступы и ссылка, а также инструкция будет предоставлена по почте. Пароль, если у кого обновился, либо необходимо будет обновить, мы также его продублируем на почту. То есть у вас будет вся информация для входа в систему. В самой системе интерфейс выглядит в виде списка заявок. При нажатии на карточку заявки будет отображаться точно так же вся информация, которая была ранее. Единственное, что участники догрузили в заявку файл либо презентацию, в котором объем не превышал полутора гигабайт, которую вы сможете скачать, нажав на ссылку скачать презентацию. По нажатию у вас откроется, если это PDF файл, то у вас откроется он в том же браузере. Если это какой-то файл в виде архива, либо в виде какой-то файл, он у вас автоматически начнет скачиваться на ваш компьютер, который вы сможете просмотреть, проанализировать и принять решение. Также по кнопке «Оценить» у нас изменились критерии оценки. У нас есть пять критерий. В каждом из критериев у вас есть возможность поставить от одного до пяти баллов. И после того, как вы проставите все оценки, кнопка «Оценить» станет активна, и вы можете отправить вашу оценку на валидацию в нашу CRM-базу. Соответственно, оценивать у нас есть возможность один раз. Изменить свою оценку у нас нельзя. Ну, по крайней мере, нельзя это сделать автоматически. То есть, возможно, сделать это вручную, по запросу, если есть какая-то критическая ситуация. Вот, в принципе, это и все изменения, которые были на данный момент сделаны в приложении. Все довольно просто. Интерфейс довольно простой и понятный, надеюсь. Если есть вопросы, задавайте. Потому что есть у нас критерии 0, а потом 5. Надо будет. Это уже шестивальная шкала. Вот, я думаю, что надо будет убрать. Или убираем пятерки, или убираем нули. Что-нибудь да уберем. Вот. Дальше пока... Да, сделаем? Да, да, конечно. Ну, давайте примем решение тогда, что убираем, и вы мне напишите. Убираем пятерки. Будем жестко действовать, чтобы не привязываться к старым школьным стандартам. Поэтому будем оценивать от 0 до 4. Вот. Это первый момент. Сейчас мы это подправим. Это ровно 2 минуты будет. На самом деле уже, когда вы зайдете и попадете к себе в кабинет, у вас уже будут от 0 до 4. Мы только что проверили. Спасибо большое и экспертам, и всем участникам, что да, мы тут немножко творчески подошли к разным персональным номинациям. И есть нюансы между инфлюенсером, между HR-директором. Поэтому всем тем, у кого достанутся персональные номинации, мы еще раз продублируем те номинации, по которым была оценка. То есть есть некоторые нюансы, потому что вот то, что мы вам показывали по персоналиям, это имело отношение у нас к инфлюенсеру, к восходящей звезде. У HR-ов там есть чуть-чуть другие. Оно очень похоже, но все-таки с нюансами и с особенностями. Вот, так что, например, у нас у HR-директора действительно есть executive presence. Это вообще там отдельный критерий, который говорит о том, что он является лидером, принимает решения на уровне страны. Да. Вот, поэтому, то есть такая глобальность определенная, поэтому да. Так что обратите на это внимание, мы еще раз отдельно продублируем всем критерий. Все, кто будет оценивать, чтобы не путались, те, кто получили задачу оценивать восходящих звезд, получат критерии по восходящим звездам, SEO, HR года по HR года и инфлюенсера по критериям инфлюенсера. Чтобы не было, что вам не пришлось ходить на сайт и перепроверять, то это будет. Хорошо. Это сейчас перепроверим, чтобы все было. И в системе тоже мы проверим, чтобы были правильно прописаны вот эти основные критерии. Как вы видите, они здесь коротко описаны, но будет понятно, что... Хорошо. Это и есть. Спасибо, Наташа, что словила нашу внимательность. Что еще? Какие еще есть вопросы? Я бы хотела еще раз, чтобы мы глянули на первый слайд с датами. Если получится отключить. То есть, видите, все достаточно просто. Вы посмотрели проект, зашли, проставили оценки. Андрей, у меня такой вопрос. Можно ли будет вернуться и переделать что-то, переставить или нет? Вернуться к интерфейсу? Нет, ну смотрите, например, я проставила оценки этому проекту, такие, а потом посидела, послушала другие проекты, думая, нет, вот там все-таки должна быть другая оценка, и я хочу вернуться и переставить. Нет, к сожалению, так нельзя. То есть, оценка выставляется один раз, и она не меняется. Нет возможности ее изменить. Это важный момент. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Поэтому я очень рекомендую, в общем-то, среди номинации... Это ваша логика, как вы считаете, как вам удобнее, но будет объективно лучше, если вы посмотрите сначала в каждой номинации, все презентации, все проекты, а потом пойдете уже, когда там по второму кругу уже расставлять оценки. Хорошо? Теперь еще раз напоминаю, у нас с вами срок до 13 сентября. Я вас попрошу еще раз напоминаю, документ подписать о неразглашении. Второе, перепроверить все вопросы, связанные с отсутствием конфликта интересов. Я говорю, если вдруг вы субъективно чувствуете, что вам что-то не нравится, некомфортно или еще что-то, тоже дайте нам знать, мы сможем поменять эксперта, попросить кого-то взять эту номинацию, а кого-то заняться той, которая вам почему-то не подходит. И если какие-то еще будут вопросы, сразу же пишите в чат, в телеграмме, и еще кто-то вот. Ну и я очень надеюсь, что мы быстро сейчас оставим расписание наших встреч уже по обсуждению суперфиналистов. Я думаю, что за следующую неделю мы их запланируем для того, чтобы вы могли их себе поставить в расписание, потому что будет очень... там не будет записи, там нельзя будет вернуться к ним, надо будет, чтобы вы забронировали себе этот час времени, полтора уже на обсуждение суперфиналистов. Помните, оно у нас с вами начнется уже в вот этих финалистов, мы будем обсуждать после 22 сентября. Вот. Вот такая вот история. Есть ли еще какие-то вопросы? Катя, Юлиана, я еще раз хочу... Добрый день еще раз. Я хотела прояснить. Я правильно понимаю, что после 22 вересня, когда мы обговорим суперфиналистов, мы проговорим те случаи, где математично люди могут иметь одинаковый результат. Я правильно это понимаю? И так, и вот, ну, например, сейчас конкретно все равно уже все в жюри. У нас, например, есть с вами одна из номинаций, вот эта вот аналитика чудесная. Там прямо аж один проект. Ну вот я тоже думаю, что можно будет сильно не мучиться, если вдруг все хорошо, и мы понимаем, что оценки высокие, все в порядке по этому проекту, то, ну, по большому... Там есть все подозрения, что они уже победили. Вот. Это первый момент. Есть, когда есть математические, но если у нас, например, даже будут расхождения очень небольшие, то важно будет обсудить. Кто-то чуть больше понимает в этой теме, в этой ситуации, еще в чем-то, кто-то чуть меньше. Поэтому важно, чтобы вы еще могли проговорить. И, возможно, там, кто-то поставил такую-то... Ну, мы же сами с вами только говорили, что критерии достаточно субъективные. И, возможно, кто-то из других экспертов сможет вам убедить, что, например, вот этот человек намного больше уделяет вниманию, там, его позиция, там, такой-то критерий, на самом деле, у него развит лучше, да, там, и это действительно заслуживает, там, победы. Либо же в проект успел кто-то вчитаться более глубоко и по каким-то причинам знает его лучше. Он может сказать, слушайте, ребят, ну, там, действительно, проект настолько масштабный, настолько серьезный. То есть это возможность еще, там, ваше пообщаться, поделиться своим мнением о проектах, обсудить. И, возможно, то есть не только математическая история, то есть, может, там, у кого-то будет, там, оценка, я же говорю, та же, там, 20, а у кого-то 19. Но это не повод, что 20 сразу же вышло в финал. Это значит, что мы все равно будем обсуждать, там, того, кто получил 17, того, кто получил 19, и того, кто получил 20. Вот, для того, чтобы решить, потому что математика в этом случае может подвести. Юлиан, я ответила? Останнее. Отже, результатом этих обговорений будет набир с трех кандидатур, чи особистой стычи проектов, какие выйдут в финал, верно? Суперфиналисты определятся математически по результатам ваших вот этих оценок внутри системы от нуля до четырех. То есть, есть вот эта математическая штука. Ну, и смотрите, что у нас с вами может еще случиться. У нас с вами есть номинация, в которой, там, обучение, в которой много проектов. И, возможно, что одинаковый балл будет у четырех проектов. Ну, грубо говоря, 20, 20, 20, 24 прекрасных проекта, и все получили 20 оценку, да, там, максимальную, и все. Вот прекрасные проекты. И вот здесь именно те, кто давали оценку в рамках этой номинации, например, обучение крупный бизнес, они встречаются и говорят, ребята, вот у нас верх, вот эти компании, эти проекты вышли, ну, эти проекты вышли, вот они получили максимально высокие оценки. Давайте определяться, кто из них должен победить. После этого полуторачасового, там, часового-полуторачасового обсуждения, после того, как это будет все, вы уйдете финально расставлять в систему финальную оценку и решать, кто победитель. Если есть сомнения или что-то, то, Глян, скажи, может, я там что-то не учла, может быть, мы что-то не... Я не хочу займать час, но, по суті, в цему випадку, для таких випадков, которые ты описала, два раза ставится оценка. Хотя, когда говоришь, оценка ставится один раз, рейтинг. Понимаете, смотрите, тут вопрос такой. Если вдруг у нас будет спорная ситуация или сложная ситуация, да, когда мы будем понимать, что, ну, вот что-то там, вот, ну, допустим, у нас девять экспертов, и один скажет, ну, там, три скажут этот проект, три скажут этот проект, три скажут этот проект, да, там, ну, вот, если это в такой простой системе. И тогда, ну, я увижу, что у нас есть проблема. И тогда, наверное, мы соберемся и действительно перепоставим все оценки внутри. Вот и все. То есть, мне не хочется усложнять это на всякий... Возможно, что решение будет вполне очевидным. Тогда, ну, как бы нет смысла вам играться во все, там, пять оценок и пять... А если решение будет неочевидным, тогда будем проваливаться уже вглубь в сами оценки. Я сразумела, дякую. Спасибо. Друзья, еще какие-то вопросы? Если есть, задавайте, пожалуйста, что я лучше на них ответить сейчас. Я хочу отдельно, понятно, вас всех пригласить на 11 число, на 11 ноября. Понятно, что у вас у всех будет персональное приглашение на саму церемонию награждения. Пока понятно, что в ситуации с COVID-19 сложно все до конца планировать. Но мы сейчас финализируем место. Это будет одна из пятерок. Либо Хаят, либо Хилтон, либо Фермонт. И идея пока такова. Я надеюсь, что ситуация с карантином нам, ну, как бы, что все будет нормально, нам позволят это сделать. Суперфиналисты в течение дня 11 на конференции будут презентовать свои проекты и свои решения. А вечером уже будет церемония награждения. Персональные номинанты, HR года, SEO года, там будут панельные дискуссии планируются. И, ну, то есть это такая, день будет конференция, вечером награждение. В случае, если у нас будут ограничения какие-то, мы будем делать онлайн-трансляции отдельно проектов. Ну, а саму церемонию награждения мы все равно будем снимать, транслировать, показывать. И будем приглашать людей и вручать обязательно им, ну, как всем, статуэтки. И такой маленький тизер. Мы еще об этом не объявили, но мы уже на финале. У нас будет Григорий Лешетник. Ведь помогать мне вести саму церемонию награждения. Пока вот вроде мы уже обо всем договорились. Вот осталось только там нюансы какие-то подписать. Вот это то, что касается ситуации награждения. Какие еще есть вопросы? Ну что, мы в час вложились. Вообще молодцы. Я хотела вам еще показать два наших события ближайших. Я видела, что девочки подготовили. Можно переключить слайд? Я должна об этом рассказать, потому что у нас 12-го числа. Сейчас переключат слайд, я надеюсь, что будет видно. У нас 12-го числа будет встреча онлайн, открытая, членов ассоциации с автором книги «Нация овощей» про интегригиену. Я знакома лично с автором. Очень я была на лекции. Василь Кисель делал. Вот если сейчас переключат, будет вообще прекрасная история. Будет вообще хорошо. Пожалуйста, переключите. Я очень вас прошу, что у нас сегодня так все работает чудесно. Вот. Присоединяйтесь, вообще приглашайте коллег. Автор прекрасно. Она очень хорошо рассказывает про инфогигиену, про то, как нас обманывает Фейсбук. То есть это интересно будет и, думаю, и вам, и вашим коллегам, и детям, и подросткам. То есть это о том, что на самом деле делает с нами наши социальные сети. У нас опять куда-то делся экран. Спасибо большое, что так все плохо. Вот. И это вот бесплатно включайтесь, просто порегистрируйтесь, регистрируйте коллег. Друзей действительно очень, вот очень классно. Оксана прекрасно рассказывает все, поэтому очень рекомендую. Что же это у нас сегодня за первый день такое, что так, Teams безобразно работает. Прошу прощения. Вот. И, наверное, это все. А, вот еще. Мы решили сделать еще одну штуку. Да. Сейчас или здесь бросят, или в чате, в телеграме. Давайте мы отправим всем ссылку на регистрацию. Да. Полтора часа. Пару слов расскажу я, и потом Оксана будет рассказывать про исследование. У нее интересное исследование и про то, как работать с инфо-всбросами. У нее есть конкретные примеры. На той встрече, на которой я была, она рассказывала, как отреагировал софтсерв на несколько сбросов. То есть тут вопрос вообще, что делать в плане внешних коммуникаций. И всего тоже интересно. Да. То есть как нам реагировать на определенные там сложные коммуникации. Так. Спасибо, что были. Я просто не вижу VIP 1034. Это очень хорошее, видимо. Вот. Что еще? И стартует наша программа Global. Для своих даем дополнительную скидку. То есть если вдруг кто-то из ваших коллег хочет поучиться у наших сертифицированных HR-директоров, то тоже пишите. Дадим отдельно скидку. Просто за... Ну, потому что я придумываю, как вас отблагодарить за ваше время. Вот. И за ваши усилия и старания. Так что вот такой нюанс. Все тогда. Всем большущее спасибо. Пожалуйста, не откладывайте оценку. Очень прошу. Если какие-то вопросы, нюансы, не включаетесь, не видите ссылку на подключение, еще какие-то нюансы, сразу пишите. Хорошо? Вот. Все. Большущее всем спасибо. И тогда на связи. Спасибо, Илья. Всем дякую. Горного вечера. Наташ, только спасибо большое за внимательность. Я увелся. Дякую. Дякую. Горного вечера. Спасибо. До свидания. Наталья Береза тоже всем передает. До свидания. Спасибо.